привет вы на канале урал спецтранс у нас сегодня с алексеем в обзоре полуприцеп цистерна с доп опции какой-то интересный да да код модели 6602 кто хочет может прям бросать видео смотреть и заходите на сайт его смотрите в чем там нюансы но на самом деле я предлагаю вам обойти с нами да и посмотреть его на видео потому что на фото это хорошо но когда на видео от 35 кубовая полуприцеп цистерна двухлосная двускатная да но это подробнее попозже расскажем что у нее самое интересное это прямая рама крепление емкости к раме с помощью лент получается ложится на вложименты обечайка и донышке это 5 миллиметров то есть такая надежная конструкция для тяжелых условий но в принципе она и поедет в тяжелые условия куда не буду говорить секрет фирмы пусть остается и так что по нагрузкам до нагрузка на опорное устройство 20 тонн нагрузка на оси по 11 350 это при расчете и для перевозки жидкости с плотностью 0 86 полная ее масса 42 700 кто-то скажет зачем так давить седло до ребята для того чтобы проходимость улучшить потому что если сильно давим на тележку прицепа полуприцепа то все знают он становится якорем и там уже тягач просто не вывозит его когда идет нагрузка на ссу тот тягач его просто-напросто выталкивает и там уже прицеп как говорится как хвостик бежит за ним ну так поподробнее да что касается электрики это наши стандартные два 7 пиновых 15 пиновый и 5 пиновый и два получается вход-выход для пневмовыводов здесь лишь есть кронштейн под лопату помнишь да лопата алюминиевая должна быть но она скорее всего с другой стороны вместе с огнетушителем пойдем посмотрим но давай вот на табличке остановимся здесь как раз у нас год выпуска здесь у нас то что снаряженная масса ее 12 600 и здесь у нас то что есть получается общая вместительность цистерны 35 кубов 84 литра по отсекам если разобраться то 12 118 это первый отсек 2 15 708 и 3 отсек 7 258 аккуратнее ольга голова конвертики точнее получается табличка держатели они на каждую секцию здесь мы видим три конверта и судя по поверке до 3 отсека то есть она равняется переднее крыло на случай когда у тягача вы сняли крылья и она дополнительно защищает от грязи как саму емкость чтобы не летела и от камней везде и соответственно идем дальше что у нас опорное устройство трехсоставную то есть первое помним да с помощью пальца переставляем потом начинаем ручками ослать причем в данном случае это с одной стороны мы крутим с двух сторон она поднимается противооткатные упоры они вот здесь вот присутствуют заземление но это под допок по требования никуда от них не денешься до открываем ящик ящик srt что же в нем есть интересно с трех отсеков на каждом есть свой дополнительный кран про кроме донного клапана который управляется как пневматически так и вручную то что вручную он может управляться это мы дополнительно с другой стороны посмотрим да все все объединено в общий коллектор и сделано пониже чтобы было удобнее вам работать то есть него здесь вот подключаться отсюда ну и заодно чтобы сливалась действительно все полностью это вот таким вот образом здесь в срт до перед тем как закрывать крышку убираем упор и фиксируем от хорошие алюминиевые нравится мне ну что 2 отцы что здесь такое у нас ящик zip причем вещь начали укладывать сюда получается фанерку чтобы да она все получше понадежнее было знаки опасности здесь же здесь вот пока лопата как говорится до того как вы работать начали до ключи зиповские то что для зипа нужны в том числе ручной гайковер и вот здесь уже набор допок то есть вот лишь давно не видел таких просто что раствор для промывания глаз до в последнее время все учета в коробочках идет да ну они разные как говорится как пришли то просто бутылочка то набор для промывания глаз то есть это вот таким вот образом что это закрываем перед закрытием как всегда с правой стороны убираем упор закрываем ящик пеналы пластиковые пластиковых пеналах ключи мы не найдем да тут придется поверить на слово это газа флекс оске им из композитных материалов рукава то что по бресу мы посмотрели его да кто не помнит давай вернемся сегодня видео такое немножко ускоренное холодно на улице лето у нас настало танкваген по умолчанию основной части если вам надо чтобы это был не танк ваген а камлок вы заказываете установку камлока и вам изготавливают вместе с ним то есть по пенала мы сказали таблички то что это огнеопасно то что это рыбка до опасно для природы для перевозки гсм это соответственно мы сказали каждый пенал он крепится с помощью вот такой вот стяжной ленты да и имеет подкладку которая не позволяет сохранить целостность пенала и соответственно чтобы не было его деформации чтобы вы спокойно могли пользоваться даже две оси двухскатная шиновка 315 на 80 r 22 с половиной оси у ст и надежная хорошая подвеска именно без реактивных штанг балансир по центру да то есть и рессора идет что оси крепятся по краям рессора это вот сейчас мы вот с этой через стороны зайдем и посмотрим балансир получается реактивных штанг нету это как раз таки для тяжелых условий с большим ходом движения спокойно работает на действительно на бездорожье то что энергоаккумуляторы также у нас с пыльниками это уже по умолчанию и вот здесь вот как раз мы можем заснять донный клапан донный клапан в последнем отсеке выведен самую дальнюю точку отсека то есть как мы по максимуму назад да и имеет возможность ручного управления то есть если вот с этой стороны подойти то и можно как говорится вкусу чего открыть закрыть но вообще пневматика работает хорошо вот с этой стороны у нас присутствует управление стояночным тормозом и выведен штуцер для подкачки колес когда к тягачу ты подключен соответственно тебе отягача не надо это все вести ты к штуцеру подключился колеса здесь подкачал что касается с этой стороны то же самое то же самое на каждую сторону свой здесь то же самое присутствует это что касается подвески буксировочные крюки они есть на технике для бездорожья это сейчас по умолчанию ну без них никак там где они ходят это действительно либо его придется вытаскивать либо им кого-то хоть и говорят как там технику не для того чтобы буксировать кого-то ну ребят когда я насколько понимаю попадаешь в те условия то ты про это все забываешь потому что там хочется жить всем и если ты можешь спасти чудо жизнь то всегда на ура бог с ним техника она как говорится то всего лишь денег стоит так вот специально сделана панель с возможностью перестановки еще выше да это на которую крепятся фонари куда крепится госзнак имеются габаритные фонари в данном случае это электрика вигнул и зазу то есть брус противоподкатный он сделан дополнительно отдельным случаем что как говорится вы все самое тяжелое берете на него но опять же он насколько я знаю имеет возможность вот с этой стороны проще посмотреть он имеет возможность перестановки еще выше при необходимости вы можете поднять то есть зависимости от того насколько тяжелых условиях будет эксплуатироваться можно сделать повыше а можно сделать наоборот пониже то есть это сейчас он стоит по правилам так чтобы вам спокойно зафиксировать его в гбдд так ну пойдем посмотрим что у нас еще с этой стороны еще один пенал слив получается с экологических коробов он с каждого отсека отдельно до диагностическое гнездо здесь присутствует при подключении к бс можно посмотреть его пробег и так далее диагностические все характеристики чтобы понимать когда делать то в том числе оси проверять ступицы и все прочее до запасное колесо в данном случае лежит в одной корзине ну как говорится есть место под вторую корзину если вам сильно надо будет то ее можно установить боковая защита она подъемная не буду поднимать очень честно говоря просто не люблю возиться вот с этими вот открывашками и в том числе но если надо это есть в принципе вот понимаешь с одной стороны изумительная система с другой стороны что просто-напросто вот чтобы открыть надо вот поработать а я чуть ленивый какой-то 100 а я ленивый какой-то стал поэтому сейчас это все уже сделаем вот так вот фиксируется запасное колесо достается да кто-то скажет что не совсем удобно и так далее то подобное ребят если вам сильно мешает и гаи не требует чтобы у вас были боковые вот эти вот защита боковая можете снимать но согласно правилам перевозки по техрегламенту и так далее они должны быть поэтому без них никак что-то удобней если вы придумаете что-то поудобнее да мы только будем рады да вот так вот поднимается и все прекрасно хорошо здесь наверху как раз таки получается площадка одна большая вместе с поручнем до в конце она имеет если он туда посмотреть ограничения чтобы когда вы до конца дойдете так идете и делаете 9 идете никуда не смотрите то все равно вы хоть маленько но упрете с ней то есть вот так вот причем сразу она вам не даст сложить поручень это надо постараться но три отсека первая горловина в первой части до в передней части 2 здесь вот интересно очень посмотреть здесь какие-то а нет это отражается ну так вот ладно заглядываем в отсек очень интересно что там на самом деле потому что хочу увидеть нечто у стандартной позиции нет усилений а у этой а у этой мы сейчас не увидим по крайней мере отсюда но здесь что мы увидим мы здесь мы увидим мерный уголок который находится напротив окошечко до смотрового до дыхательный клапан ну и все стандартно в качестве доп опции на эту емкость именно вот на 2 единички здесь сделано сделано усиление центральной емкости давай попробуем здесь посмотреть она относительно небольшая но самая маленькая у нас последняя третья ну перегородку то там видно там темно и ничего не видно то есть гнутая стеночка как помнишь на якутских бочках делали что она вот такая вот как заборчиком идет приговорила вот здесь именно вот получать центральный отсек и он имеет такие перегородки то есть качестве усиления потому что ну надо сделать так чтобы была возможность различного наполнения и говорят что но не всегда приходится заполнять примеру последний отсек и так далее поэтому здесь такую такая перегородка присутствует но это уже в качестве доп опции обычная модель она включает обычную да получается слушайте у нас лето холодная но короткая на наш канал ставьте лайки пишите комментарии мы есть в telegram есть яндекс дзен до новых встреч мы побежали дзен к Продолжение следует...